МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Актуальное интервью. Сегодня мы говорим с депутатом Запорожского городского совета, председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам жизнеобеспечения города Геннадием Рекаловым. Добрый день! Здравствуйте! Геннадий Александрович, главный финансовый вопрос. Почему так? Предприятия города заплатили в бюджет в январе 350 миллионов гривен. Но наши медики и врачи почему-то с задержкой получили заработную плату. Что будет дальше? К сожалению, в январе месяце, по сути дела, через казначейство не прошел ни один платеж, который выставлял из полкома и коммунальной структуры. Я думаю, что это опять подводит на смысл той, что необходимо заниматься предметно. То есть нужно руководству города, в частности мэру, чаще бывать в Киеве, ходить по кабинетам. И сейчас немножечко попустило, то есть кое-какие платежи начали проходить по февралью месяце. Но что будет дальше, мы не знаем. То есть без лобби, без активной работы с народными депутатами. Потому что, ну вот я, к примеру, разговаривал с Петром Михайловичем Ванатом, он член бюджетного комитета Верховной Рады. Он активно включился в эту работу, будет заниматься. Но необходимо, чтобы мои депутаты приняли обращение, пригласили народных депутатов к себе, которые избраны от нас. И слезно попросили, они заинтересованы тоже в этом. То есть контролировать все платежи. Ну и знаете, бюджет этого года, который нам нарисовала, скажем так, Верховная Рада на 2015 год, он очень хороший. Замечательный бюджет. То есть мы получили такие цифры, которых мы не видели никогда. Но, учитывая, конечно, состояние нашей экономики, боевые действия, войну, это несчастье наше, горе наше, то вполне вероятно, что он останется виртуальным. Вот не можем предположить. Тем более нужно этим заниматься. Скрылся еще один аспект очень неприятный. Вот как в селе, знаете, плохой урожай – это беда. И хороший урожай – это тоже беда. Так вот мы получили хороший бюджет, и если мы получим эти деньги, если нардепы нам помогут, если мы будем ритмично, системно получать финансирование, то, что нам положено, то, что мы заработали деньги от тех же акцизов и так далее, мы можем просто не освоить эти деньги. То есть они могут пропасть. Это беда. То есть вскрылось то, что, по сути дела, не готовы. Наш департамент ЖКХ, УКС, предприятия коммунальные, которые должны выполнять те или иные работы, ремонты, тоже основания. Нет проектов. Если проекты есть, с прошлого года остались, то сметы устарели. Мы знаем, какой курс доллара, как он изменился. Есть некоторые вещи в привязке. Стоимость, минимальная заработная плата, стоимость в ГСМ, многие другие вещи, многие материалы же импортные. Вот сегодня у нас, мы с вами встречаемся 9 февраля, к сожалению, мы еще не видели титульных списков. Что такое титульные списки? То есть перечень тех объектов, которые должны мы в этом году отремонтировать. Невзирая на то давление, которое мы, как депутаты, как наша постоянная комиссия оказывает на департамент, на основании, на всех, до сих пор мы еще не можем увидеть, что мы будем реантировать, какие объекты, степень готовности. Хотя об этом мы говорим в сентябре месяце. Давайте заранее готовить. Ведь у нас в прошлом году мы очень много денег потеряли. Я же не переходящий. Деньги выделены. Мы субвенцию потеряли по 6 миллионов по дорогам, которые не смогли использовать, поскольку департамент не удосужился сделать проект. Много проколов. То есть, когда появляется возможность в этом году привести город в порядок, у нас есть реальная возможность установить в каждом доме прибор учета тепловой энергии, счетчик. Это принципиально важно, потому что люди в домах без счетчика платят процентов на 30 больше, чем в домах со счетчиком. Если мы можем отремонтировать половину кровель, реально, по деньгам, которые заложены в бюджете, и все это происходит на фоне абсолютной безответственности аппарата, никто ни за что не отвечает, никто не наказан ни разу за этот год за те безобразия, которые были. И самое главное, что у нас сегодня утрачен, скажем, инструмент влияния. Даже вот простой пример. Глава района, он не имеет права, возможности объявить выговор нерадивому чиновнику. Как бы он себя не вел, он обязан написать представление на мэра. Учитывая, что мэр редко бывает в Запорожье, значит, прошел месяц, все ушло. Срок давности, срок истек. То же самое происходит с управлениями. Ну вот, по крайней мере, мы на комиссии много раз пытались навести порядок в департаменте ЖКХ. В основании. Ну да, мы, депутаты, можем поругать, пошуметь, покричать. Ну, естественно, знаете, есть лозунг Моадзиду, на власть не дается, власть берется. Сегодня нас уважают. Просьбы нашей комиссии, как правило, воспринимаются позитивно и реагируют. Но это все ручной режим. Когда звонишь, говорит, немедленно почни, там, проверь, почему труба течет, почему там в подвале фекалии, почему стоки там, да? Это неправильно. Должна работать система. А вот система не работает. Поэтому я скажу, что у нас проблемы очень серьезные обстоят, прежде всего, в сфере управления городом. Геннадий Александрович, еще вот одна топ-тема сегодня, это, естественно, положение дел на коммунальном предприятии основания. Вы предлагаете, вот, один из способов решения таких проблем, это сокращение штатов основания в 10 раз. Вы знаете, сокращение штатов, это ничего не даст. Это один из способов. Что еще можно сказать? Нет, это не способ. Это следствие того, что я настаиваю, чтобы КП основания осталось сугубо управляющей компанией. Это коммунальное предприятие. То есть мы знаем, что оно под контролем. Я боюсь в частные руки отдавать управляющую компанию. Поэтому деньги должна собирать управляющая компания, заключать договора с населением и собирать деньги. Но получается, что основания сегодня и заказчик, и исполнитель, они сами, они получают деньги в население. Их работники выполняют работы по дому. Сами себе подписывают форму 2, наряды закрывают. Закрывают наряды, мы же понимаем, как там, значит, осмотры два раза в неделю, там, по 8 часов и так далее. То есть мы должны разделить функции заказчика, исполнителя. КП основания заказывает работы, а исполняет работы любые подрядчики любой формы собственности. Для этого проводится тендер-конкурс. Ровно год мы ему солим эту тему. Было несколько совещаний у мэра в том числе. На утро-то все забывалось, как всегда у нас. Ну вот последнюю неделю активно мы ведем работу. Есть 10 фирм, которые хотят этим заниматься. Пока мы изучаем вопрос по космическому микрорайону. Там, там, 500 с лишним домов, которые мы попытаемся перевести на такую форму обслуживания. Я убежден в том, что основания в этом виде не способны никаким образом выполнять любые работы. Понимаете, везде должен быть экономический стимул, должен быть интерес. Вот сегодня КП основания активно продвигает идею повышения тарифа. Но не повышение тарифа. Дело в том, что, на мой взгляд, повышение тарифа просто ничего не даст. Можно повысить в два раза тариф, но при существующей нормативной базе зарплата слесаря останется 2000 гривен. Она не изменится. Утверждаю, что ему появятся деньги на ремонты. Я задаю вопрос. А слесарь за 2000 гривен в нынешних условиях будет работать? Нет, он будет. И я его понимаю. Он будет ходить по домам и будет, говорит, слить воду, поменять батарею. 300 гривен заплати и мне в карман. И мы ничего с этим не сделаем. Не поставишь нигде надсмотрщика. Проблема состоит в том, что должны быть, ну скажем, рыночные механизмы, конкуренция. Будет конкуренция. Вот сейчас мы движемся в этом направлении. Но, скажем так, основание очень не хочет, чтобы мы забрали у них функцию исполнения услуг. То есть приходится преодолевать сопротивление. Опять же, да, это можно преодолеть. Должны некие усилия. Но для этого нужна консолидированная работа аппарата во главе с мэром. То есть люди избрали цель, и мы движемся. Но если я год, все соглашаются, что дата это правильно, но результат ноль. Кроме того, вот люди часто задают вопрос, куда деваются наши деньги, которые мы оплачиваем за услуги по содержанию дома и придомовой территории. Я вам сейчас назову одни цифры, которые меня лично ужасают. Просто ужасают. Вот знаете, есть тариф, по которому мы платим. В структуре тарифа есть различные там виды работы. Но есть работы, которые КП основания производит, но в тариф они не входят. Это сверх. То есть мы, горожане, платим за обслуживание домов, своих квартир, своего дома. Они идут на другие работы. Причем, сразу скажу, эти работы нужно производить. Это нужная для города работа. Но должны платить не горожане, а бюджет. Что заказчикам выступают бюджет, не горожане. Вот по прошлому году у меня цифры такие. Смотрите. Вот приведение простейших укрытий до належного технично-то санитарного стану. 281 тысяч. А потом я еще пару слов скажу вам по этим укрытиям. Работы по выдалению и экранированию ДРФ в районе аэропорта. 130 тысяч. Ликвидации стихийного лыха. 957 тысяч. Зафарбование граффити на фасадах будивель. 5800. Прибирание смятя на незакрепленных территориях. 1 миллион 103 тысячи. Очищение стовпиев, покостровы на незакрепленных территориях. Кронирование и снос деревьев в незакрепленных территориях. Затраты на обеспечение деятельности информационного методиспетического центра. 2800. Отвлечение средств на исполнение работ текущего ремонта зданий, сооружений, которые не планировались. 5% скидка 9 миллионов и так далее. Итого обошлось КП основания вот эти работы. 37 миллионов гривен по 2014 году. А бюджет выделил 22 миллиона. То есть 15 миллионов средств, которые горожане заплатили, чтобы сделали какие-то ремонты, поставили стекла, поменяли лампочки, ушли на другие работы. Еще раз говорю, это нужные работы все, в том числе. Но должны финансироваться не из этого источника. Невероятно, на мой взгляд, безобразная проблема. В домах есть нежилые помещения. Те помещения, которые сданы в аренду, люди исправно платят арендную плату, и деньги поступают 100% в бюджет. А есть помещения без хода, никто не взял их в аренду. Но их нужно обогреть. Им там нужно убрать освещение и прочее, прочее, прочее. И это обходится основанием в 9 миллионов гривен в год. Есть отдел нежилых помещений. Почему я живу в многоквартирном доме? Почему я должен платить за содержание подвала, который никто не используется? А деньги от подвала, который сдали в аренду, продали, законно, незаконно, это отдельный разговор, мы это давно с вами проходили, да? Но не входит 100% в бюджет. И вот три года пытаемся доказать. Сейчас я внес на сессию, на эту сессию, на 25 февраля, и буду добиваться все-таки. Но так нельзя тоже. То есть это тоже один из спекров. То есть мы должны, первое, максимально экономить деньги горожан. Люди должны знать, за что они платят, и мы не имеем права. Это называется нецелевое использование денег. Причем, заметьте, вот по 2014 году у нас все меньше и меньше людей платят консервы тепловой сети. Задолженность увеличилась на 20% за 2014 год по концерну. И на 9% по основанию. А по водоканалу ноль. То есть что получается? Люди понимают, что тут есть вода, она получается. Услуги канализации, услуги водоснабжения, они в полном объеме. Вопросов нет. Есть прибор учета? Нет, ну не важно, четко, да? Но если концерт городской тепловой сети начинает уже выходить, это повышение тарифа, это опасная штука. То есть мы можем выйти на кризис неплатежей. Люди хотят заплатить, но они не могут, у них не столько денег. И КП основания 9%. То есть все больше и больше людей говорят, а чего я буду платить? Я же не вижу никаких работ. Понимаете? Поэтому вы затронули придомовые территории. Я вам скажу, это очень больной вопрос, который многие годы. Опять же, необходима воля прежде всего мэра города. Когда он мне говорит, что у нас все в порядке в городе, я говорю, да не, не, оглянись, посмотри, вот вокруг что происходит. Три года мы поднимаем вопрос, что есть придомовая территория, которая в паспорте быты, или же когда дом сдавался в эксплуатацию. Ну это же было много лет назад. За царя Панька, да. Там выросли киоски, там возможны площадки, там все что угодно. А мы платим за это. А мы платим за это. А оплата за придомовую территорию, за уборку, как правило, составляет до 70%, а то и больше. А то и больше. 90 копеек бывает, доходит с гривны 30, да. Сегодня внесли основание проекта решения на исполком. Это исполком будет утверждать о приведении в соответствии с постановлением Кабмина номер 869. Вы знаете, известное постановление, которое определяет расчет тарифа, размеры и так далее. По каждому дому индивидуально, расчет и так далее. Вот они внесли, к нам на комиссию пришли. Мы понимаем, что нужно перейти. Нормативная база должна быть современная. То есть та, которая отвечает закону. Мы на этом стоим. Но расчет принципиально неверен. Поэтому депутаты приняли какое решение? Да, мы не будем возражать. Если вы перейдете на нормативную базу, считайте. Но тариф до тех пор, пока вы не просчитаете придомовую территорию, как положено, до тех пор, пока вы не сможете, пока у вас не появятся нормальные сменчики, которые могут оценить затраты ваши, о чем мы говорим сегодня. Никакого повышения быть просто не должно. Потому что я убежден, и депутаты Знайкомиссии утверждают и уверены в том, что как бы мы тариф не повышали, ничего не изменится. Будет только хуже. Потом, смотрите, вот первое я зачитал о том, что затратил КП основания 281 тысячу на приведение в порядок простейших укрытий. Это яркий пример того, как у нас, насколько недееспособен аппарат, насколько разрушена система управления в городе. Вот на сайте мэрии вывешен этот реестр. Реестр простейших укрытий, которые могут быть использованы для защиты населения. Поэтому реестр у нас 48 тысяч, 48 тысяч, 858 временных укрытий. Вот люди, получая платежку за коммунальные услуги, читают внизу, к примеру, адрес ближайшего, простейшего укрытия, который вы можете использовать для защиты населения, находится по улице Металлургов, проспект Металлургов, дом 15. Вот я пошел на этот, извините, укрытие. Посмотрите, пожалуйста. Я обошел очень много этих подвалов. Я считаю, это просто преступление. Нельзя врать. Вообще врать нехорошо. Наша власть любит приврать, да? Но не в таком деле. Это опасно. А не дай бог беда. И человек возьмет адрес и побежит туда. Да. И там будет открыто. Во-первых, там войти невозможно. Во-вторых, это не есть укрытие. Это место потенциального массового захоронения. Это мышеловка. Совершенно верно. Геннадий Александрович, ну еще другая проблема. Есть же укрытия, которые сегодня принадлежат частникам. Это рестораны, подвалы, магазины, офисы. Я говорю, да. И они все там. И они все там. То есть, понимаете, у нас огромная беда – это управление. У нас могут быть деньги. Нам нардепы помогут. В конце концов, нужно думать о кредитах. Ничего страшного. Весь мир на кредитах живет. Сегодня европейский банк предлагает городам. И города берут кредит. И есть примеры украинских городов, которые живут на европейских кредитах. Именно украинских городов сегодня берут. Европейцы дают. И мы должны брать кредит. Ничего страшного в этом нет. Не страшно. Но я боюсь, эти деньги просто не используем. С одной стороны, понятно, что воровство не думает, что таких масштабов достигает. По крайней мере, сегодня меры принимаются активные. Но мы просто ничего не сможем сделать. Вот у нас сегодня, я уже говорил, в этом году у нас совершенно реально установить приборы учета в каждом доме. Нам нужно 1906 счетчиков. Это по данным департамента. На это средства нужны из городского бюджета? Да, да, да. Смотрите. Значит, есть инвест-программа концерна, 1345 счетчиков. И 531 прибор учета. Мы заложили в бюджет город. Дальше. Но сами приборы, счетчики, они комплектуются иностранными деталями. То есть комплектующие иностранные. Учитывая этот безумный рост доллара, значит, есть проблемы. Мы продумали схему софинансирования. То есть мы можем привлечь деньги населения. А это крайне выгодно. Почему крайне выгодно? Мы считали по дому примерно с одной квартиры где-то 200-300 гривен. Но если мы ставим прибор учета, он за три месяца 30% в минус, он окупится за три месяца. А дальше начинается... Вроде все решили, продумали, все решили. Начинается просто откровенный саботаж со стороны концерна тепловой сети. И мы понимаем почему. Концерна уже не выгодна установка приборов учета. Чем более точный учет, тем больше вылезут их затраты, их потери. И сегодня мы платим за их потери, платят за их потери дома без счетчиков. В доме не стоит счетчик. Там геокалории посчитали, умножили, поделили, получили четкую оплату. А там, где счетчиков нет, на них списывают просто все потери. Три месяца. Начинается возня. Вчера уже, вернее, в пятницу было совещание у Романа Олеговича Тарана по этому поводу. Уже концерн признал, что 400 может быть всего. Не 1906 суммарно, а всего 400. Почему? Деньги это одно, а второе? А люди, бригады. У них три бригады. То есть за сезон они смогут поставить 400. То есть мы программу растягиваем на 5 лет, получается, да? А что такое 5 лет? Это огромный срок. И кто-то получит первым, а кто-то будет 5 лет, то, я думаю, люди с удовольствием. Тем более ко мне многие приходят, говорят, мы готовы сами заплатить за прибор и счет. А что для этого нужно? Нужен типовой проект. Нужно создать 10 бригад, собрать 10-12 бригад. У нас много безработных, к сожалению, много, да? Людей умело с хорошими руками, которые выросли откуда надо, да? Обучить, дать лицензию, все будет в порядке. А что в защиту тогда городских теплосетей, можно сказать, сегодня? Только все против. Есть одна проблема с тепловыми сетями. Там Киев тоже. Кабинет министра принял постановление, номер 217, которое требует от концерна, чтобы все деньги до копейки поступали от населения. Поступали сразу прямым ходом за газ. Это означает, что концерн остается без оборотных средств, просто, ни копейки. Ну, сейчас там не поправили, до 1 марта ввели коэффициент 0,3, то есть 30% будет оставаться. Но в данном случае, опять же, это работа мэра, опять же, это работа руководства города, которое должно ехать в Киев, доказывать, объяснять. Если мы являемся членами ассоциации мэров городов, платим 300 тысяч гривен в год за состояние в этом клубе, да? Мэров, да? То, наверное, давайте, ребята, как-то объединяйтесь и объясняйте Киеву, что происходит. Все определяется уровнем руководства, уровнем управления. Сегодня аппарат горосполкома деморализован. Сегодня у нас начальник департамента ЖКХ не подчиняется первому заму, мэр не общается с первым замом. Такая ситуация, она очень опасна, она привела к тому, что, ну, знаете, люди не знают, кого слушать. Люди не умеют работать. Сегодня нужно, сегодня февраль месяц, это самый ответственный месяц. Он год кормит. Если мы за февраль сделаем проекты, проведем экспертизу, подтянем деньги, сформируем трудовые ресурсы, то есть определимся по технике, мы до Нового года можем город не узнать. Ну, есть варианты, бюджет интересный. Мы дороги починим, мы тротуары починим, наши женщины будут ходить в туфлях на каблуках, потому что они сейчас не могут этого делать, ноги ломают себе, да? Мы это можем сейчас сделать, но для этого нужна единая, четкая команда. Нужна ответственность у людей. К сожалению, этого нет. Вот, я не знаю, откуда мэр привез нам господина Безлепкина, начальника департамента, то ли из Луганска, то ли из Харькова, но я окончательно убедился, нам в городе не нужны ни Луганские, ни Харьковские, ни Донецкие. У нас есть нормальные кадры, которые способны работать. Нужно просто объединить людей своим примером. И я вот там вчера смотрю, мэр там очередной цирк устроил, он, значит, там, где-то там в тылу какой-то волонтерской бригаде рубит дрова. Его место здесь, Запорожье, это безответственность, это неправильно, самый напряженный месяц. Его не было весь январь. Почему я так взявился? Потому что я предложил конкретную программу действий. Я надеялся, в декабре мы ее утвердим. Я рассчитывал, что мы в январе примем программу действий. Вот это все расписано, что нам нужно делать. И это же не то, что я придумал. Это плод длительных, скажем, дискуссий, общения со специалистами, многими специалистами, десятками всех коммунальных предприятий, с активом. То есть есть достаточно много грамотных, квалифицированных людей. Это сформировано. Нужно принять и двигаться, и двигаться. Если мы этого не сделаем, я думаю, что будет большая беда. Геннадий Александрович, тем не менее, мнение запорожцев относительно вот этого соучастия в решении жилищно-коммунальных проблем городских очень разделились сегодня. Одни считают, что да, нужно что-то делать вместе с городской властью, другие наоборот, моя хата с краю, это у нас главное. Вы знаете, нет проблем. Я вообще противник любого насилия. Мы скажем так, люди добрые, хотите приборы учета, но это будет стоить 30%, условно говоря, от общей стоимости. К вам это обойдется лично в 200 гривен, ну пусть 300 гривен. Хотите? Нет, нет, на здоровье найдутся тех. Сегодня ко мне приходят десятки людей, которые просят включить их в программу софинансирования. Я говорю, как вы будете поступать? Вот у вас в доме, допустим, есть люди, которые, скажем, неблагополучные. Есть алкоголики, ну все же есть. Которые не оплатят свою долю. Они говорят, что мы согласны, мы понимаем, процентов 10 не заплатят. Есть бабушка, которая не может заплатить, мы за них заплатим. А почему они готовы сегодня платить? Это хорошая доля экономии? Это колоссальная экономия. Ну посчитайте, если, допустим, однокомнатная квартира, отопление сегодня обходится где-то в 300 гривен в месяц, да? Однокомнатная. 30% это 100 гривен. Как только появляется прибор учета, он будет платить не 300, а 200. Вопросы есть? Вопросы нет. Ждать 4 года, а с 1 апреля газ снова подорожает. И нас пугает еще подорожанием очередным где-то потом и еще и в сентябре, в октябре. Во что это выльется? Приборы учета, необходимые, как воздух. А тогда уходит проблема взаимоперерасчета, в расчета. Нужно понимать, что вот решение городских проблем – это дорога с двухсторонним движением. Власть без горожан ничего не сделает. Ничего. Да, мы договорились сторонам, договорились о том, что мы каждому депутату выделим его округ, отдадим полностью, вплоть до сетевых графиков выполнения работ, чтобы он знал, что, когда будет делаться. Проект тогда-то, экспертиза тогда-то, первая работа и прочее мы сделаем. Но у нас, извините, 4000 домов. Понимаете? Если бы в доме был, в каждом доме, старший, ответственный человек, тогда там не украдешь. Это невозможно. Люди будут видеть. А мы придумали механизм, в прошлом году создали, год назад отработали механизм, приняли решение сессии представителей жителей дома. И что вы думаете? У нас есть умники, говорят, вот там Рикалов нарушил закон такой-сякий, я говорю, больные на голову. Мы людям дали возможность контролировать, проверять свои деньги. Я покупаю в магазине колбасу, я пересчитаю, зачем гляну, и пересчитаю, что мне дали сдачи. А почему вы не хотите посчитать? Вы заплатили деньги, 100 гривен минимум в месяц вы платите за обслуживание дома, и вы не хотите посчитать? Сдачу не хотите посчитать? Очень много получаю писем, откликаясь на... Вот очередное заявление. Пису Трикалову, Свиркину и Шубчику. Мы жильцы дома номер 159, улица Черевной, последний этаж, квартиры, там 3-4 квартиры, обращаемся к вам за помощью, потому что не знаем, к кому нам обратиться и кто нам может помочь. Квартира, там молодая семья, маленький ребенок, там инвалид войны проживает, там кто-то. Обращаемся к вам помочь быть нами услышанными, помочь, чтобы в ЖЭКе закрыли дверь на чердак. Она не просто открыта, а открыта настиж. Когда была непогода, дверь так грохотала по выходу на крышу, а льви так листал по стенам, что весь подъезд был мокрый. Помогите нам установить, закрыть дверь. Я к чему это говорю, да? Ну, нужно понимать, что это наши дома. Квартира, моя квартира, но кроме квартиры я еще владею частью дома. Это есть общая неделимая собственность. И нужно понимать, что никому ваш дом, кроме вас, не нужен. Если кто-то верит, что государство когда-то найдет деньги на капитальный ремонт всего дома, я не верю. Ну, я просто не верю. Может, я много прожил на этом белом свете, я знаю цену, так сказать, обещания. Это ваш дом. Что нужно, что можно, что возможно, мы все будем делать. Депутаты городского совета настроены, я вам скажу, очень позитивно и максимумно. Ну, иная доля денег уходит на ЖКХ. Но у нас же есть еще и частный сектор, дороги, в которых вообще пройти невозможно, ноги поломаешь, да? У нас освещение, у нас огромный ворох проблем накопилось, понимаете? Поэтому люди должны понимать, что, во-первых, мы должны научиться беречь. Асфальт положить, зато раскопали, да? Значит, и понимать, что это наше общее. Город наш, мы все живем в городе. Мы все в одной лодке, как модно говорить сегодня, да? Поэтому нужно позаботиться о своем доме. И я, вы знаете, я, конечно, не прав, но я не стал на это письмо отвечать. Вот я отвечаю в эфире. Я не пойду к вам, уважаемые горожане, вешать замок. Ну, сделайте что-нибудь для себя, сделайте для себя что-нибудь сами. Это принципиально важно. Спасибо большое, Геннадий Александрович. Надеюсь на скорую встречу и надеемся на то, что все реформы, о которых вы так говорите, и душевно защищаете, что они в ближайшее время реализуются. Спасибо, очень хочется. Всем напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня говорили с депутатом городского совета, председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам жизнеобеспечения города Геннадием Рекаловым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова